Конечно, каждый момент я чекал попереджения, Юля чекала. Сама форма оповещения про попереджения была вельми дивная, я бы сказал, навод дикаватая. Помощник прокурора в области Дмитрий Дубой, видать вельми смелый человек, он позвонил на опержонце. Когда я взял слуховку и начал с ним разговаривать, он разбубился страшно. Было видовочно просто, он был неподрихтованный, он хотел одразу с девочинами, как они прозвучились в своих силовых структурах, такими пацанскими разговариваниями, в бентеже, показать свою ладу и моз. Его не ожидание досылать позву, не удалось им лет в полгодины часу спрашиваться, как он выкинул свои функции, свои обовязки. Это не солидно просто. Это показывает, на каком уровне находятся наши силовые структуры. Когда телефонует помощник прокурора в области и предлагает просто поразморять, он не сябр вопрочет, он не знакомый наш гульный, мы не учились с ним, не гуляли в футбол. Безумовно, такая увага спецслужбов да степлые персоны журналистов, которые занимаются всего только осветлением неких подеев, причем региональных и часто бывают не самых важных. Бентежить мне такая увага, и оно неприемно. С другой стороны, это признание нашей работы. Мы ждали давно это попереджение, так что повешу на стенку, напевно, попереджили. Зразумевно, что это стрельба, которая ранее позднее может выстрелить. Она не просто так висит. У меня это попереджение особливо не прожает. Один и неприемно все равно, что наша держава занимается такими глупствами. Я разумею, чему это так бывает. Не первый день я родился. Человека, кому нема чего бояться, и улада, которая прозрится денежное интернет-соформаство, она дает информацию, и она не смагается с журналистами. Работа журналистов-фрилансера нагадывает миссию сапера на фронте в нейшем. Работа цикавая, але в нейшем небезпечная. И часто неудячная, потому что совсем необороненность правового глядяща. То есть, вельми тяжко свои правы отстойвать. Как показываю мой приклад, я некольки разов звертался у прокуратуру, вышестоящую, и до областного прокурора, и до генерального прокуратура, или постоянно отфутбольного ли.